Доброе утро, мои дорогие! Вот это льёт со вчерашнего вечера, практически не переставая. А я гранаты не все убрала. Ай-яй-яй-яй! Ну, просто вот. Вот. И вот это будет теперь... Ну, не скажу, что постоянно, но... Вот это до среды. Это три дня. Так что осень, она везде осень. Просто здесь она начинается позже. Но везде вот такая. Ну, конечно, грех жаловаться. У людей уже сугробы. Но всё равно. А мне всё равно. У меня есть работа. Доделываю заказы для Ларисы с Татьяной. В доме тепло, сухо. А там пускай льёт. Вот оно веселье-то. Вот оно веселье-то целый день. Да не все равно. Всё. И всё равно всё. А вот... в это время. Как?! Пока! Хочется... А на неё всё с тобой... М Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, я ещё не все собрала. А вчера я уже Саше посылку отправила. А чё, пошла под дождик. Свет выключили опять. Ну и что, работа вся моя прекратилась. На улице-то пасмурно темень, а в доме тем более. Вот пошла, думаю, хоть это. Остальные надо собирать над лестницу тащить. Ну, сейчас совсем не хочется под дождиком. Самок. Вот такая осень началась. А что делать-то? Ноябрь начался. Вот так. Лежит на грецких орехах. Играет. Красота. Неплохая у тебя жизнь. Что такое? Никак не дождёшься бабушку спать вместе? Да? Никак. Некогда бабушке. Слушай, откуда-то этот мусор с тебя сыпется, а? Конечно, то в орехах спишь грецких, то вообще непонятно, что делаешь, да? Ой, как я люблю, когда ты вот такой спокойный ангел такой. Ну. Прям, ну, душа радуется на тебя, да. Да. Ну и смешной ты, парень. Да. Спи. Да. Спать хочешь. Поестся спит. Аппетит нагуливает. Ой, мои дорогие, время уже 11 час. Я только недавно вернулась домой. Ездила. С автобусом мне передали посылку. Ну, как посылку? Ну, посылку, да. Со мной связалась женщина. Зовут её Лидия. Вот. Она живёт... Ой, я даже не знаю, где этот посёлок находится. Я знаю, что он где-то там. Так. Макс. Где-то в сторону судака находится. Она мне сама написала. Сказала, что у неё есть бусины. Ну, не только бусины. Мы с ней договорились, я у неё купила. Вот. Во-первых, она мне передала силикон. Беленький. Что очень хорошо. Не надо уже его где-то выписывать. Ждать. Так что, Лидия, спасибо огромное. Тут, наверное, метров 10, по-моему. Вот. И бусины. Так. Раз. И рояль в кустах. Так. Сейчас я вам всё покажу. Вот. Вот здесь. Так. Ну, вот это не кость. Это пластик. Ну, это, может быть, случайно попалось. В общем, короче говоря, вот эти три бусины. Это бусины стеклянные ручной работы. У меня были наподобие. Ну, ушли. Со временем всё это уходит. Вот. Видите, они такие грубоватые, толстоватые. Вот. Она сама не помнит, где я, где она их, откуда они у неё взялись. Вот. Но это не наше производство. Потому что я покупала такого типа в Тунисе, что ли. Где-то у меня вот были. Так. А вот это всё кость. Всё кость. Были бусы. Когда-то давно. Причём бусы эти были... Вот она говорит, что это были одни бусы. И вот эти маленькие бусинки, и большие. Но лет им уже очень много. Тоже всё это ручная работа, потому что видно, как они внутри. И они, конечно... Дырки огромадные. Разные по толщине. Но пусть будут. Пусть будут. Так. Всякие, всякие. Ой, какие хорошие. Смотрите, как бутончики. Смотрите, какие. Ой, я даже знаю, какие я сделаю серьги из них. Две штучки их всего. Я давно хотела что-нибудь такое, такого типа. Типа бутончиков. У меня много вот таких бусин из перламутра, из ракушки. Вот видите, целый пакет. Прям белоснежный. Эти, конечно, не такого цвета. Но это кость. Одно дело перламутра, другое кость. Вот так что я с огромным удовольствием купила у неё эти бусы. Теперь их надо. Намыть. И вот ещё что. Это тоже кость. Но это советская кость. В этом году этим серьгам 40 лет. Ничего вам не напоминает? Это когда-то Лидии подарили на 8 марта. Она мне говорит, ой, ой, это кость, вы не сомневайтесь. А я говорю, я даже не сомневаюсь. Это видно, что это кость. Я сделаю из них серьги. Если кому-то понравится, я, конечно, продам с удовольствием. Но если не понравится, в коллекцию себя ставлю. Винтаж. Он только дорожает со временем. Так что, мои хорошие, удачная у меня покупка. Жалко, что мало. Много мелких. А вот крупных мало. Четыре таких. Таких вот тоже несколько штук. Видите, ручная работа. Они прям... Они неровные. Так что, я вам похвалилась. Я очень этому рада. Хоть их и немного. По нескольку штучек. Но они мне обязательно пригодятся. Максим у меня хулиганит. Играет ребенок. Ну что, мои дорогие, а я с вами хочу попрощаться до завтра. Погода ужасная. Но звонил Костя, сын мой из Мурманска. У них там уже и снегу навалило, и растаял. И опять. Так что, обижаться не приходится. Ну что, желаю вам всем, как всегда, желаю только хорошего. Видите, кровать ломает у меня. Здоровья вам. Покоя. Пусть все будет хорошо. Ну, хорошего вечера и спокойной ночи. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. Остаться. По-муね Gogой. Поехаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»